О, сейчас начался прямой эфир. Сейчас посмотрим, как тут подключается у меня. Доброе утро всем, ещё раз доброе утро. Отлично. На карантине. Вы учтите, ребята, зубной пасты очень мало. Мы сделали пробную партию, ну, как бы первый раз, сделали больше, чем планировали, и она разлетелась просто, просто разлетелась. И, ну, мне уже пишут хорошие отзывы. Присоединились в лайф? Слава, напиши мне, пожалуйста, как лайф идёт. Что-то я не вижу ни одного человека. А вот, начали появляться люди. Видите, как всё медленно работает. Всё медленно работает, да. Слабо меня видно, слышно, я так поняла, что всё отлично. Итак, доброе утро всем. Начинаем с позитива и закончим позитивом. У нас сегодня действительно сложная тема. Канцер... Стресс и канцерогенез. Канцерогенез – это зарождение различных... Не только канцера, это злокачественных новообразований. Мы будем разбираться, почему это происходит. Сейчас два слова скажу про зубную пасту. Это для меня... Это просто... Сегодня палочка-выручалочка, потому что у меня вообще нет времени ходить... Снимать камень там. Я раньше ходила раз в полгода. А сейчас пришла, мне говорят, а у тебя нет камня зубного. Я говорю, как нет? Уже больше восьми месяцев прошло. Она говорит, и я поняла, что я чищу новую зубную пасту, и она меня просто спасает. Состояние дёсен идеальное. Хотя у нас сейчас стресс со всех сторон цыпется. Про него мы тоже сегодня поговорим. Ну, поехали, с Богом. Вы знаете, только в последние годы... Ну, мы всегда говорили, все болезни от нервов и стресс относятся к нервным таким сдвигам. Мы потом про него подробно поговорим. Но только сейчас начались такие глубинные исследования стресса, как причина канцерогенеза. То есть размножения раковых клеток. И учёные начали изучать механизм стресса, как причина канцерогенеза. И вот очень интересное исследование было в Калифорнийском университете. Что даже если человек уже заболел онкозаболеванием, то исход будет благоприятный, если окружающая среда будет дружественной. То есть человек живёт в любви, в понимании близких, и у него легче протекают агрессивные методы лечения, и он легче выходит из этого состояния. А вот в депрессивном состоянии или в состоянии постоянного стресса опухоль развивается намного быстрее, иногда даже молниеносно. Всё было хорошо, и вдруг человек заболел, ну, который проверялся 2-3 месяца назад, делал чекап, полный организм, и всё было отлично. И тут нашли опухоль, и она молниеносно развивается, растёт и приводит к необратимым изменениям. И вот тут учёные выяснили, что у нас существуют гены, которые включают апоптос, то есть гибель повреждённых клеток. Клетка размножается, у неё есть определённый цикл, за это отвечают клеточные часы, которые называются теломеры, включаются они теломеразы. И вот определённое время часов, как вот каждому из нас количество лет отведено, так и клеткам отведено определённое время. И когда теломеры заканчиваются, уже их больше нету, клетка перестаёт делиться, но она должна погибнуть. Это называется апоптос. А вот учёные Пенсильвании выяснили, что есть существующие гормоны при стрессе, это основной гормон адреналина, кортизол, пробуждают раковые клетки. И старые клетки, мы сейчас поговорим, немножко отодвину, тут уточню. Раковые клетки, например, клетки карциномы в любом организме находятся, даже в здоровом. Это мы всегда говорили при всех наших встречах, что у нас есть определённое количество раковых клеток в организме. И если иммунная система работает нормально, она уничтожает эти раковые клетки, и они перестают делиться, и как бы самоуничтожаются. Это апоптос. Это когда иммунная система здорова. Например, латентная карцинома, выяснили учёные, может существовать на протяжении жизни, латентная, то есть спящая, и не пробудится никогда. То есть не наступит агрессивных заболеваний. Это называется клетка находится, клетки нашей организма находятся в счастливом формате. То есть клеточные клетки, в которых произошли дефекты, они просто спят. Потому что им хорошо, они спят, они не пробуждаются, ничего. Из спячки эти раковые клетки выводят состояние воспаления. А состояние воспаления выводят тогда, когда мы получаем много различных воспалительных заболеваний, когда находимся в стрессе. Потому что кортизол угнетает иммунную систему, она не нужна в выживании. Это самый древний процесс выживания, да? Мы чуть попозже опять-таки поговорим. Итак, существует... Сейчас поговорим про стресс и теломеразы. Теломеры. То есть теломеры – это часы, клеточные часы жизни. Это самое слабое место в геноме человека. И когда у нас всё хорошо организовано в организме, иммунная система хорошо работает, мы не находимся в состоянии стресса, клетки спят. И если они пробуждаются, то дефектные клетки должны погибнуть. Апоптос самоуничтожится. И вот учёные выяснили, почему это не происходит при стрессе. Существует так называемая клеточная старость. Как и в нашей жизни. Клетка выходит из клеточного цикла. Всё, теломеры уже не дают сигнал делиться. Но она остаётся живой, жизнеспособной. И вот когда у нас появляются старые клетки, иммунная система должна их уничтожить. Но при стрессе иммунная система не нужна. Она угнетена. И тогда вот эти старые клетки формируют нездоровую среду в организме. И раковые клетки выходят из спячки. То есть счастливый сон нарушается. При стрессе. При стрессе. Вот эта клеточная старость у нас прогрессирует. У нас появляется множество старых клеток, которые создают эту неблагоприятную среду. Причиной разрушения теломер является хронический стресс и наш образ жизни. Курение, алкоголь, наркотики, ожирение и хронические заболевания. Сегодня даже установлено, что у детей 3-15 лет теломеры значительно укорачиваются, если ребенок живет в семье, где есть насилие. То есть он в постоянном стрессе, страхе, что его сейчас и забьют, его вышвырнут на улицу, его не накормят. Наличие нервно-психических расстройств у родителей также влияет на теломеры ребенка. Короче, мы живем в среде. Мы же не изолировано живем в коробочке, где получаем информацию только, которую хотим. И можно проверить наличие в моче стрессовых гормонов. Вот этот анализ не такой сложный, и он дает предположение, вы заболеете тем или иным раком или нет. Так что нам делать? Что делать, если мы сегодня живем в постоянном стрессе? Ну, первое, это, конечно, отказ от курения, здоровое питание, скрининговые профосмотры вовремя, чтобы все вовремя установить. Выработка стрессоустойчивости и предотвращение внутренних оксидативных стрессов нашей продукции. У нас очень много антиоксидантов. Но, в принципе, если мы находимся в стрессе неотработанном, сейчас мы будем про это более подробно говорить, то у нас есть все шансы получить онкозаболевание. Практически очистится от гормонов стрессов, в котором сегодня наш организм захлебывается в кортизоле, который на постоянно высоком уровне из-за того, что происходит в мире, практически невозможно. Есть, конечно, лекарственные препараты. Это бета-адреноблокаторы. Они более эффективны. Транквилизаторы, ингибиторы обратного захвата, серотонина, допамина и так далее. Но даже эти лекарства на сегодняшний день не дают возможности нам прийти в покой, прийти во внутреннее состояние равновесия, к которому стремится организм и копить энергию. Существуют различные антистрессовые упражнения. Это сегодня появилась новая наука. Ну, многие уже знают. Стресс-менеджмент, то есть поработал, отдохни, займись спортом, правильно питайся. Стресс-коучинг, то есть дают вам инструменты, как избавляться от стресса. И стресс-копинг, это какие действия надо принимать, чтобы справиться со стрессом. Существуют социально-культурные программы, но не во всех странах и не везде они развиты. Например, в офисе у японцев все знают, что есть кукла с лицом босса, куда может любой работник зайти и вылить, сделать бокс, этому дать по морде. Есть такое выражение хорошее и так далее. Есть сосуды в японских офисах, которые поглощают звуки, которые вы произносите. Вы кричите в этот сосуд, чтобы ты провалился, чтобы ты сдох, ругаетесь туда, высказываетесь, ты недоумок и так далее. И сосуд поглощает звук, ну, разрядка стресса происходит. В Китае очень интересное есть изобретение, называется минутка покоя. Минутка покоя, это не значит, чтобы сидите и молчите. А весь офис ходит на четвереньках, включая начальника. Ну, это смешит и люди как бы получают разрядку. Академик Мясников в свое время предложил бить тарелки. Вы знаете, у меня свекор был психиатр. Ну, ты когда целый день в психически нездоровой семье находишься, в среде, он приходил домой, и если ему жена что-то говорила, что ему не нравилось, он не отвечал, он бил посуду. Она всегда покупала большое количество сервизов, чтобы отработать этот стресс. Шведская фика, например, существует. Такая организация труда, что если вы захотели сделать перерыв, вы идете и делаете перерыв. То есть, социально-культурные программы помогают нам справиться со стрессом. Вот стресс-менеджмент, он учитывает стресс-триггеры. Это какой человек вызывает стресс. Вот есть люди, я встречалась с ними, и они молчат, но у меня уже был стресс только от их внешнего вида. Тема, которую вам надо отработать, может вызывать стресс. И место, и время. То есть, это называется стресс-менеджмент. Ну, этим занимаются специалисты, а мы сейчас давайте разбираться, почему наш стресс нас всех поглотил, и как с этого состояния вылезать. Стресс-это повышенное состояние напряжения в ответ на изменения. У нас организм стремится к гомеостазу, и любое изменение, вы зашли, допустим, вышли из тепла на холод, это уже для организма стресс. И наоборот. Понимаете, любое изменение, неважно, психическое, психологическое и так далее, это адаптивная реакция, которая заложена для того, чтобы мы выжили. Ну, вот классический приводит такой пример. Собака. Вы не боитесь собак, вы гуляете со своей собакой. Но если неожиданно вы услышали лай, мы с Бетти, когда гуляем в одном месте, там всё, и я уже знаю это место. Ну, и забываю, выскакивает собака, она на цепи, она привязана, она не представляет никакой опасности. И у меня сразу подскакивает давление, начинается стресс. Потому что в кору головного мозга, в гипоталямус и амигдалу поступает сигнал опасность. Вот поступил этот сигнал. Неважно, что собака привязана. И в это время коронат почечников выбрасывает в кровь адреналин. Адреналин, а потом у нас вырабатывается чуть позже кортизол. Адреналин был и у древнего человека. Это самая древняя реакция выброс адреналина над почечниками. И она даёт сигнал организму. Мы все знаем, бей, беги или притворись мёртвым. Но самая древняя реакция, оказывается, это беги. Вот убегай от опасности. И что тогда происходит от адреналина? Кровь поступает в мышцы, кислород и все полезные вещества идут в мышечную ткань, особенно в мышцы ног, рук, которые вызывают движение. Сердце начинает бешено колотиться, дыхание учащается, оно становится поверхностным, то есть нет достаточного кислорода, когда он не поступает к мозгу. Когда вступает уже кортизол, идёт сигнал, нужна энергия. И из гликогена печени мы получаем глюкозу в кровь. Это хорошо знают больные с сахарным диабетом. У них на стрессе всегда повышается уровень сахара крови. Кстати, это причина диабета второго типа и у худых людей. Обычно мы говорим о тех, у полных людей склонность к сахарному диабету второго типа. А если сахарный диабет второго типа у худых, это значит, что они находятся на стрессе. Но кортизол подавляет другие системы. Он подавляет пищеварительную систему, систему размножения. Нам не нужно в это время думать о сексе, оплодотворяться и так далее. У нас нарушаются когнитивные функции, потому что недостаточно кислорода и питательных веществ, и глюкозы поступает в мозг. В этом случае, во время бега вам не нужны когнитивные функции. Нарушается память. Кстати, мы не можем спорить. Вот человек, находящийся в стрессе, ты ему даёшь аргументы, факты, а он не слышит. он не слышит, потому что кортизол снял когнитивные функции, нарушил память. И самое главное, почему стресс-рак вызывает онкозаболевание, потому что у нас подавляется работа иммунной системы. Она во время выброса адреналина не нужна. Это древняя реакция. Но если мы имеем разрядку, разрядку к стрессу, например, мы побегали, походили по кругу, что-то сделали. Я вот помню, моя мама, когда она очень переживала, она рассыпала коробку спичек и приседая подымала их. Когда она уже подымала последнюю спичку, она была спокойна. Такое простое действие ее успокаивало. Нужна разрядка. Вот почему японцы сделали? Вы когда кричите, агрессивно действуете, вы спасаете свой организм. Я это сейчас поняла, и я вчера пыталась сказать своему, убедить своего мужа, что если я на него кричу, то я спасаю свой организм. Мне это тоже важно. Значит, когда мы получили разрядку, вступает вообще стресс, это работа симпатической нервной системы. Симпатическая нервная система, это учащение сердцебиения, поверхностное дыхание, повышение давления, это симпатическое. когда мы получили разрядку, вступает в ход парасимпатическая нервная система. Это система покоя. Во время работы парасимпатической системы мы получаем энергию. Вот поэтому после обеденный сон есть спор между учеными. Или мы получим жир, если ляжем сразу после обеда спать, или накопим энергию. Но я за то, чтобы отдыхать после обеда, ну, не длительный период времени, не больше 45 минут. И вот чем чаще мы за законченный круг стресса происходим, опасность, амигдала включается, потом выработка кортикостероидов, работа коры надпочечников включается, а потом у нас идет разрядка, это бег, или крик, или агрессия, или какое-то действие, и когда мы проходим весь этот цикл, то фраза, то, что нас не убивает, делает нас сильнее, она правильная. Но мы сегодня не проходим этот цикл. у нас у всех нет разрядки. А когда нет разрядки, то цикл неполный, он опять идет в амигдалу и гипоталямус, и тогда все по-новому. Выброс кортизола, выброс кортизола, выброс адреналина, выброс кортизола, и угнетение иммунной системы, когнитивных способностей, нарушение пищеварения, поэтому люди полнеют во время стресса. В основном сейчас нет правильного пищеварения, идет отложение жира и так далее. Мы не приходим в норму, мы истощаем коруна почечников, мы истощаем весь организм, мы не получаем достаточное количество энергии. И вот мы живем в критическое время, в критической ситуации, во время турбуленции. Страх, вот когда собака гавкнула громко, это страх, это опасность, это надо что-то предпринять. Но сегодня у нас повышенная тревожность. Что такое тревожность? Это страх перед неопределенным будущим. Мы не знаем, что завтра будет. И вот этот страх, он витает в воздухе, он витает в информационном пространстве, в котором мы отравляемся отрицательными эмоциями, получаем. И к сожалению, это тоже как бы экологично, эволюционно сложилось, что мысли, когда мы находимся в тревожном состоянии, они негативные. вот мой муж мне все время говорит, думай позитивно, думай позитивно, но это бесполезно говорить человеку, который находится в тревожном состоянии. Просто бесполезно. Бесполезно убеждать человека, который находится в стрессе, что надо делать так или надо делать не так. Ну, мы расходуем энергии, разрядки не происходит, накопление энергии не происходит, и кортизол подавляет иммунную систему, и тогда у нас появляется рост новообразования. Почему я выбрала эту тему? Меня завалили письмами с онкологическими вопросами. Просто завалили. Причем я попрошу, хотя бы пишите в рабочее время. Мне все письма приходят после 11 вечера, и я знаю, что это онкобольные, и надо быстро ответить. Я сижу и до 12 ночи отвечаю. Это неправильно. Я понимаю, что это неправильно, и мой муж очень сердится на меня, когда я ночью отвечаю. Я под одеялом, чтобы ему не мешать, отвечаю на ваши письма. Итак, что нам важно? Важна система разрядки. Если мы включаем парасимпатическую нервную систему, мы справляемся со стрессом. Мы накапливаем энергию, и у нас происходит разрядка. Самый страшный фактор в стрессе это неопределенность. неопределенность. вот эта неопределенность, ну, мы не знаем, что будет завтра на политической арене, на экономической арене, мы не знаем. Но чтобы дать мозгу передышку, вот сейчас мы будем решать эти сложные вопросы. я думаю, вы ждете все препараты, это будет как вишенка на торте в конце, в самом конце. Нам нужно дать иллюзию контроля. Я не оговорилась. Иллюзию контроля. Даже иллюзия контроля спасет нас сегодня от стресса. Просто спасет. Что для этого нужно? чтобы получить иллюзию контроля. Рациональное объяснение. Объяснение, что происходит в теле во время стресса. Вот я довольно подробно на этом с вами остановилась. Само понимание того, что происходит в нашем организме во время стресса, это уже полработы на пути к накоплению энергии, к разрядке, что надо делать. второе. Это управление собственным вниманием. Перефокусировка. Например, если у вас паническая атака, надо и вы один оказались, и еще это паническая атака первый раз, надо рассматривая предметы, которые находятся вокруг, характеризовать, например, стекло, немножко не помытое, сегодня надо его помыть, рама облупилась в углу из-за постоянной влажности. Понимаете, вы перефокусируете внимание от этого внутреннего напряжения. Это помогает, это работает, и произносить это надо вслух, то, что вы перечисляете. Ну и, конечно, самое действенное сегодня считается это техники дыхания. Их написано в интернете множество, мы на этом тоже остановимся. Что поможет нам делать прямо сейчас, вот прямо сейчас, когда мы находимся в стрессе? Простые повторяющиеся движения. Вот у меня в салоне есть такая лесенка, я ее поставила, и когда я чувствую, что у меня внутренне нет выхода моему состоянию, я очень переживаю, я начинаю ходить по этому степеру. Вверх, вниз, с правой ноги, потом с левой ноги, несколько повторяющихся движений, и уже я чувствую, что контроль приходит, иллюзия контроля приходит в это время в голову. Ну, итак, что такое рациональное объяснение? Оценка реальной опасности, потому что страх, он может парализовать, и стресс может парализовать, надо оценить, я могу двигаться в это время, или нет, это очень важно. Понимание механизма, что вот вот эта цепочка, и на какой стадии этой цепочки я сейчас выхожу, нахожусь. Выброси адреналина, выброси кортизола, или еще только сигнал идет в амигдалу, и это очень-очень важно. Вот. Или гипоталямус. Далее пошли. Я хочу вас нагрузить информацией, потом вы сможете пересмотреть, и пересмотрите, я рекомендую сегодняшнюю тему пересмотреть. И самое главное, что сейчас реально зависит от меня. Вот зазвучала сирена, что воздушная тревога. Что от меня зависит? Надо спуститься в бомбоубежище. Вы уже сделали действие, вы уже сделали какое-то движение, вы уже помогли своему организму. Вы понимаете? А если вы остались на месте прикованы, то вы не отрабатываете стресс, у вас как бы нет контроля над ситуацией. Встали, побежали, бомбоубежище у нас. Я по себе знаю, когда я сижу на диване, иногда Миша не хочет спускаться в бомбоубежище. И я пару раз тоже не спускалась. Но у меня потом повышалось давление, у меня было головокружение, я себя отвратительно чувствовала. Если я спускалась в бомбоубежище, делала какое-то действие, то я реально оценила, что я могу в этот момент сделать. Я же не могу сбить ракету, но я могу спасти свою жизнь. Понимаете? Перефокусировка внимания. Это очень важно. Это еще раз повторю. Писать предметы, которые вокруг вас. Вот у меня стоят книги, почему японцы не стареют. очень хорошо оформленная книга. Стихи Андрея Дементьева. Я отвлекаюсь, я переключаю внимание от страха и произношу это вслух, и вы так же делаете. И давать себе вслух указания. Я сейчас встану, заварю чай гансин. Чай гансин силы и покой одновременно. Это вернет мне когнитивные мои способности, поможет работе моей памяти, то есть я себе даю указания вслух, а сейчас я буду пить чай, и все это я произношу. Ну, и, конечно, самое простое и считает самое действие, это телесная ориентация. Дыхание. Что важно в дыхании, поскольку при стрессе дыхание поверхностное, оно не снабжает кислородом ни мозг, ни важные внутренние органы. Дыхание должно быть медленное и глубокое. Выбирайте любую технику. Я очень люблю технику квадрата. На 4 вдохнула, на 4 задержала дыхание, на 1, 2, 3, 4, выдохнула и опять задержала дыхание. Еще очень помогает, когда вдох короче, чем выдох, длинный выдох. Сложили губки трубочкой, вдыхаем глубоко, мы прям чувствуем, что все тело наполнено кислородом и выдыхаем. Допустим, вдыхаем до 6 дышим, а выдыхаем на счет 8. Это очень-очень важно. Еще выдыхаем со звуком. Понимаете, произношение звуков, это тоже возвращает мозгу ощущение контроля. А если у нас есть ощущение контроля, мы спасены. Даже иллюзия контроля, мы спасены. Потому что после иллюзии контроля идет фаза расслабления. Вот Эдмунд Джекобсон изобрел гениальную технику прогрессивной мышечной реалоксации. В чем суть? Мы все знаем, что когда мы в стрессе, вот эти мышцы, я всегда говорю, не копите здесь отрицательные эмоции на трапециевидной мышце, а лучше копите деньги. очень, ну вы же не чувствуете, если мы находимся в постоянном стрессе, мы не чувствуем, насколько у нас напряжены эти мышцы. Только когда мы идем к хорошему массажисту, он говорит, вот здесь надо размассировать, здесь надо размассировать. Так вот, Джекобсон, он предложил, чтобы почувствовать расслабление, надо еще более напрячься. сначала ну можно с головы лица, а можно со ступней ног. Напрягли ноги, напрягли, подержали это напряжение, расслабились. И тогда вы научитесь расслаблять все мышцы всего скелетного каркаса. Это очень важно. тогда мозг почувствует расслабление, если мы заранее напряжемся. Движение. Движение дает иллюзию контроля. Особенно ритмичные движения. Чувствуете страх, чувствуете сердцебиение, чувствуете, что не можете вылезти из этого круга, включайте музыку и танцуйте. Меня, например, танцы подпрыгивания, бег на месте. Ну, когда мы дома, мы же не можем выскочить сразу. Опять-таки после сирены выскочить куда-то. Постучите, похлопайте себе, движения ритмичные. Это очень важно. Кстати, когда мы хлопаем, мы накапливаем положительную энергию. Простое действие. Помыть посуду, прибраться. Вот моя дочка, она перекладывает шкафы с чистотой не знаю какой. А это ей дает иллюзию контроля над ситуацией. И это хорошо. Она отрабатывает свой стресс. Очень хорошо действует разминание мышц. Размять мышцы. Ну, у нас есть всегда динамический крем под рукой. Размяли мышцы. А вот жевательные мышцы пожевать жвачку ДНД тоже дает тут же снятие стресса. Ну, это у меня вообще сегодня палочка-выручалочка на все случаи жизни. Когда у меня есть выбор, и я могу что-то сделать или не сделать, это уже иллюзия контроля. Вот, кстати, дети аутисты, они двигаются по кругу. Вот, бегают по кругу. Это у них, они так снимают свой стресс. Вот, понаблюдайте за этими детьми, как они адаптируются к стрессу. Я очень еще люблю метод Кэрол Лук, метод простукивания. Сначала точка каратэ, потом тут, 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 тут. По точкам найдите метод Кэрол Лук. Я уже давно это применяю и объясняю себе страшно, это нормально. Чувство страха нас спасает от гибели. Но если это постоянно, то это уже тревожность перед неопределенным будущим и это опасно нашему организму. Это надо обязательно осознавать. Это огромный стресс, надо дать контроль над стрессом. и сейчас мы давайте разберем, как же мы можем дать контроль, как мы можем помочь нашему организму, имея такой мощный арсенал препаратов доктор стрессом. Чтобы мы знали, чтобы наши клеточки не старели. Наша продукция благодаря патенту снимает воспалительный процесс в организме. И это самое главное. Синергия архибактерии донориелы снимает воспалительный процесс, который создают старые ненужные клетки, когда у нас с теломираза перестает работать. В принципе, неважно, какой внутренний бат вы будете брать. Оксин, пожалуйста, мы знаем, это и оксидативный стресс снимает вселенную, и дает доставку кислорода мозгу, мы улучшаем когнитивные способности, спасает нашу сердечную мышцу от перегрузки. Взяли селен. Берем фазу 3, да, фазу 3, мы знаем, что это работа щитовидной железы, которая при стрессе, тахикардия, вообще у нас все в организме связано. Цинк не усваивается при стрессе, даже из еды, как и селена не хватает, и цинка в организме не хватает. При стрессе мы не получаем витамины группы В. Фаза 9, я сказала 3, фаза 9, это необходимый препарат, не только для внешнего вида, турго-кожи, густые волосы, это и настроение, это работа щитовидной железы, это вы что-то сделали для своего организма, получили иллюзию контроля над стрессом, неважно, что это иллюзия, но потом идёт фаза расслабления, если вы берёте эти препараты, вы лучше спите, вы лучше усваиваете нужные питательные вещества и так далее, потому что галлокомплекс, архибактерия и дуналиела снимают, снимают вот это напряжение, которое вызывает воспалительные процессы в организме. Иммунная система не работает, старые клетки, мёртвые, клетки с повреждениями, и всё это воспаление будет раковые клетки. Хочу сказать, это ребята настолько серьёзно и настолько страшно, когда человек вынужден проходить химиотерапию, когда человек оперирует, когда человеку потом назначают лучевую терапию. Да, сегодня все эти методы отработаны, улучшены, они действуют в основном на клетке, но вы не представляете какой это страшный путь, который проходят больные с онкозаболеваниями. Это страшный, тяжёлый путь. И всё из-за того, что мы не научились отрабатывать стресс. Нас колбасит, нас трясёт, а мы не бежим принять емсин, мы не ложимся в ванну с квартетом солей, мы не получаем пазу расслабления, мы не заканчиваем цикл, мы все знаем дыхательные техники, кого не спроси, вы все знаете дыхательные техники, у каждого своя дыхательная техника. Расслабляйтесь, заканчивайте цикл расслаблением и получением энергии. Друзья мои, наша задача не только выжить, не только выжить, но улучшить качество жизни. У нас сегодня для этого всё есть. Рафсин, работа мозга, мембраны клеток, всё это омега-3 восстанавливает, плюс снимает воспаление и кожные воспаления. Ну, про ДНД, куркумин, имбирь, б-3 воспалительный. Вот здесь патент заложен в таком виде, в котором он нужен. Это уже более новый препарат, это уже современный препарат, использующий современные технологии. я сейчас думаю над тем, что мне пишут бабушка без зубов, протезы прилипают и так далее. Надо думать, создать такое ДНД, чтобы можно было пить в жидкой фазе. Мы работаем, мы не сидим сложа ручки, мы постоянно движемся. Ребята мои, встал и вслух себе признался. Я сейчас иду заваривать чай гансин. Я знаю, что он мне даст силу и покой одновременно. Я уже неоднократно получала результат. Сейчас я сяду, спокойно выпью. Все, я успокоилась, мое сердцебиение пришло в норму. Я вступаю в фазу расслабления. Сейчас работает моя парасимпатическая нервная система. Она накапливает энергию. Цикл стресса завершен. Понимаете, настолько это важно. Проговаривайте, произносите вслух. Это все однозначно работает. Мне вчера позвонила моя подруга, говорит, я в таком стрессе, у дочки двое маленьких детей, то тут высыпало, то этому живот болит, и я не досыпаю, не доедаю, и так далее. Я говорю, сядь, погладь себя по головке справа налево, и скажи, перед зеркалом, я тебе, Нонечка, ну, ее по-другому зовут, очень люблю, у тебя все хорошо и так будет всегда. Признайся себе в любви, перед зеркалом погладься, возьми динамический крем на уши, на точки, вы понимаете, что это все работает, потому что архибактерия, материнская клетка, дает нам любовь, снимает воспалительный процесс, останавливает канцерогенез, у нас иммунная система начинает хорошо работать, и мы справляемся с ситуацией, и даже если, не дай бог, онкозаболевание произошло, с нашей продукцией мы пройдем все этапы, я сейчас приготовила короткий ролик, и я его выставлю, думаю, завтра, как с нашей продукцией справляться во время химиотерапии, потому что не все можно сейчас, современные онкологи вообще запрещают все, поэтому очень важно, а что можно из продукции давать, вот, мы это говорим, обязательно помогайте организму успокоиться, вечером ямсин, утром ньюсин, многие недооценивают, говорят, а я пью ямсин, утром ньюсин, одну капсулу достаточно, вечером две капсулы ямсина, и вы помогаете своему организму, обязательно надо делать ванну с квартетом солей, обязательно, потому что когда вы считаете в обратном порядке, вы расслабляетесь, вы не думаете о плохом, вы снимаете вот это, эту тревожность, неопределенность перед будущим, ну, не все сейчас могут принимать ванну, тогда хотя бы натирайтесь галогелем, вы знаете, что, то, что дает мертвое море организму, это не только красота и здоровье, это контроль над тем, что с нами происходит, потому что материнская клетка нас защищает, потому что мы знаем, что мы принимаем, что компании уже скоро, 30 лет, в этом году 29, через год 30 лет компании на международном рынке, тысячи, миллионы, сегодня, не побоюсь сказать, положительных результатов с тем, что человек может справиться и помочь себе. Ну, сегодня вас нагрузила сложной темой, еще раз повторю, страх и опасность это одно, а когда тревожная неопределенность страха перед будущим, тревожность, неопределенность перед будущим, страх, это плохо, и мы это должны взять под контроль, хотя бы с иллюзией контроля. Всем спасибо, до свидания, напишите или информация легла, прослушайте несколько раз, простые повторяющиеся действия помогут справиться с ситуацией, главное не сидеть и не захлебываться в кортизоле, будьте здоровы! так, спасибо, и спасибо, до свидания, Продолжение следует...